всем привет сегодня вместе с вами хочу сделать пасхальный веночек я на столе уже разложила те материалы которые я буду использовать в работе но к сожалению они все не попадают кадр поэтому я постараюсь сейчас вам показать что у меня здесь для работы я взяла цветочки искусственные также взяла всякие вот такие вот цветочки пластиковые нитки тут у меня цветы которые у меня еще находится на самих веточках взяла гофробумагу с этой стороны у меня перышки еще нитки бечевку взяла также нам понадобится клеевой пистолет и клеевые стержни тут у меня еще перья понадобится картон для того чтобы сделать основу ножницы взяла также грецкие орехи скорлупки разные у меня тут орех макадамия этот я не помню даже как называется остались у меня также шишки с нового года хлопки не знаю буду использовать хлопки или нет но вообще если что их тоже можно использовать в работе также для того чтобы сделать форму нам понадобится две тарелки разного размера тут у меня еще грецкие орехи если мне не хватит фольга от шоколадки здесь у меня золотистая коробки еще есть серебристого цвета но вообще можно использовать в принципе все что найдете все что хотите также я сюда положила бусинки которые дело сама если вам интересно узнать то как я делала хлопки или как я делала вот эти бусинки, то ссылочки на них оставлю в описании. Можете пройти, посмотреть более подробно. И также в магазине Пятерочка купила вот такие вот яйца. Как они у нас называются? Набор пасхальных яйца перепелиные декоративные в мешочке. Хотела взять другого цвета, но, к сожалению, остался вот такой один мешочек. Только голубенькие. Других я не нашла. Взяла те, которые были. Вообще буду делать из того, что у меня есть в основном дома. И давайте уже приступим и начнем делать этот пасхальный веночек. И также для работы нам понадобится любой простой карандаш или ручка для того, чтобы все это можно было нарисовать. В работе я использую обыкновенный картон, который я оставляю обычно после детского питания. В данном случае у меня тут рисовая каша какая-то, гречневая крупа. Я стараюсь не выбрасывать подобные картонки. Я их оставляю для дальнейших работ. Для того, чтобы потом не искать. Тут у меня две картонки, так как мне хочется сделать основу потолще. Вы видите, картон довольно-таки хлипкий, но если возьмем его в три слоя сложим, то основа будет нормально. Первое, что я сделаю, беру тарелку большего размера и обведу ее по контуру. Все обвела по контуру. Я думаю, вам видно. Далее нам нужно будет вырезать все это. После этого беру тарелочку меньшего размера, нахожу серединку и точно так же обведу все это по контуру. Вообще берите тарелки тех размеров, какого размера вы хотите в будущем, чтобы был ваш веночек. Те размеры и берите, потому что вообще разницы нет никакой. Какой размер вы будете делать, это все зависит от ваших предпочтений. Я брала специально небольшие тарелочки для того, чтобы венок у меня не получился огромный, а был такой средненького размера. Мне хочется, чтобы его можно было положить на стол или подвесить на стену. Если положить на стол, то в середину можно было поставить свечку. Вот. Одну форму я уже сделала, как вы видите. Обвела по краю, также положила тарелочку поменьше, сделала серединку. Из одного картона я два кругляша вырезала. Даже не буду их разрезать, пусть они так будут, так как в итоге все равно все это будем склеивать. накладываю эти шаблончики на другой картон и обведу по контуру, для того, чтобы потом не нужно было все это подгонять и не нужно было мучиться. Так, далее тоже все это нужно будет вырезать. Вырезала все три шаблончика. Далее сейчас немножечко подвину камеру и буду склеивать эти шаблоны вместе при помощи клеевого пистолета. Все, клеевой пистолет нагрелся. Далее можно склеивать все это вместе. Так, две части вместе склеила. Накладываю третью часть и точно так же, как две предыдущих, буду приклеивать. И посмотрите, я только сейчас заметила, что у меня с одной стороны получился веночек поуже, а с другой стороны идет на расширение. Ну ладно. И тут я ничего исправлять не буду. Оставлю таким, какой он у меня получился. Основа готова. Я склеила все три картонки вместе. Довольно-таки крепко получилось. Далее можно оклеить ее фольгой, задекорировать. Также можно покрасить. Но в данном случае я буду использовать гофробумагу. Потому что не у всех есть тейп-лента. Сегодня я использовать не буду. Уберу в сторону, так как мне хочется показать, как можно сделать из того материала, который найти легче всего. Вот. Взяла гофробумагу. Отрезала небольшое количество от общего рулона. Далее нарезаю на небольшие полоски, с которыми удобно будет работать. Также, если у вас нет гофробумаги, то можно оклеить какой-либо тканью все это. Или окрутить нитками. Так. Взяла гофробумагу. Теперь каким образом работаю? Капаю небольшое количество клея на основу. Приклеиваю край. И вот таким вот образом я буду окручивать. С небольшим нахлёстом. Где-то я побольше натягиваю, где-то ослабляю. В чём плюс гофробумаги? Тем, что она эластична и можно закручивать так, как вам удобно. Как бы она не провисает. Где надо натягивается, а где надо наоборот присбаривается. И вот. Таким образом работаю дальше. Так я полностью окручу весь круг. Оклеила основу гофробумагой. Давайте уже приступим. Буду всё это декорировать. Принесла цветочки. Вернее, то, что у меня оторвалось от больших искусственных цветов. На моём канале уже есть видео, то, как я делала эти гнёзда. Поэтому, если вам интересно, то можете пройти и посмотреть более подробно. Ссылочка на них будет в описании. Первое, с чего я начну, сделаю петельку. Беру обыкновенную ленточку. Можно взять верёвку, нитку, вообще всё, что угодно. Завяжу узел на конце, для того, чтобы ничего не распустилось. Хорошенько всё затягиваю. Лишние кончики обрезаю. Далее беру веночек. Так как у меня получился он неровный, с одной стороны у меня поуже, с другой пошире. Та, что сторона пошире, я её отправлю вниз. Узкая сторона у меня будет сверху. Вот таким образом я всё это фиксирую. Всё хорошенечко подтянула. И далее, для того, чтобы у меня не болтыхалось ничего, я просто прихвачу клеевым пистолетом. Так удобнее будет работать потом. Ленточка будет зафиксирована, и она не будет мешать в работе. Хотя можно этого не делать, можно оставить так. Она и так у вас никуда не убежит, после того, как мы задекорируем веночек. Далее можно поступать к декорации. Беру корзиночки, гнёздышки, которые я готовила. Раскладываю их вот таким образом, для того, чтобы они были примерно симметричны друг к другу. И прихвачу их. Фиксирую всё при помощи клеевого пистолета. Далее следующее, что мне хочется приклеить, это будут цветочки. Вообще сейчас, я думаю, поставлю на ускоренную съёмку, и вы уже будете смотреть в ускоренном режиме то, как я украшаю данный веночек. Потому что растягивать, я думаю, смысла нет, так как каждый будет декорировать по-своему. У каждого будут свои элементы декора. Я использую то, что нашла под рукой. Показываю смысл, то, как можно сделать, как буду делать я. А как будете делать вы уже, это зависит от того количества, у кого какие декоративные элементы. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот такой веночек у меня в итоге получился. Я не заметила, как у меня камера разрядилась и выключилась. Посмотрела уже только в конце и поняла, что не смогла вам показать весь процесс. То, как я оклеивала и как украшала данный веночек. Но я покажу вам поближе и думаю, тут будет вам понятно. Использовала все, что показывала ранее. Также в пробелах я засунула вот такие вот тычиночки. По краям перышки везде просунула, чтобы казалось более пышным, более кучным. Маленькие цветочки, всякие семечки, косточки, бусинки, стразинки. В общем, все, что было. Кажется, получилось довольно-таки достойно. Очень красиво. И можно как класть на стол, убирать вот эту ленточку назад, прятать. И ставить свечку посередине. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот, допустим, можно сделать вот таким образом. Поставить свечку посередине на стол, положить все это. И тем самым украсить пасхальный стол. Как бы рядом с куличами со всем остальным будет лежать вот такой красивый веночек. А посередине него свечечка. А можно убрать свечку, использовать в качестве декоративного элемента и повесить на стену или на дверь. Сзади у нас тоже все аккуратненько. Сзади я ничего не стала делать, не стала декорировать. Оставила все таким образом. На этом у меня все. Вот такой веночек у меня получился. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если остались вопросы, задавайте. Ссылочки на те товары, которые я заказывала с Алиэкспресс, я оставлю в описании. Потому что тычиночки, допустим, я заказывала с Алиэкспресс. Другие цветочки также заказывала оттуда. Серединки. Если вам понравилось, то обязательно поставьте палец вверх за мои старания. Мне будет очень приятно. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok